Так что, ребят, если вы делаете ставки, указывайте на какую из команд вы это делаете. Открываем ставки на ДЦ. Ну что, поехали. Первый раунд в атаке. Команда 5-чейнс у нас, 5-элеменс в обороне. Давайте смотреть. Так, а я думал, у нас кто-то вышел. Это Чей присоединился, все нормально. Аркад Буцкат Тимохи моментально была за контриду Шугаром. Кипс уже врывается в аплэнд. 505-й его здесь радушно встретил. Ну и, возможно, 505-й еще парочку фрагов здесь для себя найдет. Давайте смотреть, получится ли у него это сделать или нет. Закидывает его буквально гранатами. 40 хп остается. И еще один хэдшот от 505-го есть. Но Андрей Калугин на этой позиции собаку съел. Поэтому здесь ходить просто так, без смоков, без всего, под этого парня точно нельзя. Но вот Плюс его все-таки закрыл. И Стиви теперь будет оборонять короб. Но среагирует ли? Да, среагировал. Но там еще Плюс в планту. Ой-ой-ой, Плюс хорош. Да, Плюс очень хорош. Да, дали информацию по Стиви. Но, конечно, под установкой фугаса. Я думал, Плюс спокойно поставит плойнт. И пойдет далее. Но, тем не менее, выпад на пятак был неплохой. Но здесь Рэд подоспел. Причем с той же самой позиции, откуда и принимал Стиви. Законтрил своего оппонента. Но и дирижер выходит тем временем на лонг. Находит фраг. И здесь же он не ожидал увидеть уже Крисы со стороны Рэда. Который стянулся на пары еще. И команда 5 Elements в очередной раз открывает карту для себя с Плюса. Так, ну поехали. Дальше смотреть, у нас какие раунды будут в исполнении 5 Chains. Плюс, опять же, моментально занимает Тэшку. У нас в попытке, наверное, найти какую-то аркаду со стороны 5 Elements. Ну вот, 505. Неплохо. Здесь поработал с Охом в Апланту. Дирижер также разменялся по Рэду. Ну и вот теперь поджим от Стиви. Давайте посмотрим, чем он закончится. Нанс получает под себе ХАЕшку. Убегает. 3 ХП. Но здесь его доедает Тимоха. Отмолдится. Также фраг по Лангу. Минус дирижер. Также еще отмолдится фраг по Шугару. И плюс. В итоге остается в гордом одиночестве. 1 против 4 оппонентов. Ну, давай посмотрим. Я думаю, все-таки именно вот этот момент, то, что плюс остался один, он будет использован как тактическая пауза, возможно, для команды 5 Chains. Надо что-то обсуждать. Но на второй карте ни в коем случае нельзя отдавать преимущество своему оппоненту. Первую половину надо отыгрывать. Но команда 5 Elements просто танком летит вперед. Они просто сметают все на своем пути. Но и пока что у команды 5 Chains не удается перестреляться. Но и тем временем выход на четверку имеется, где отыгрывает Стиви. Точнее, выход под короб с банана из четверки отыгрывал Стиви. И это второй раунд для команды 5 Elements. Здесь в очередной раз аркада будет в исполнении обороны. И сюда же, кстати, направляется вся атака при фаера. Просто нон-стопом летят по Лангу. И Рэд занимает уже упор позиций с крисами. Эта позиция должна быть 100% реализована. Но вот эта граната в руках может сейчас Рэда застать врасплох. И она его заставляет врасплох. И теперь Молодость играет здесь один. Но вот Кипс должен по идее чекать. Потому что знает, что при фаерил именно Молодость. Поэтому вероятность того, что он занял упор позиции. Крайне великану. Вот от него минус. Как же быстро перевел прицел еще и на товарища Нанса. Правда, хэдшотом не оформил. А вот теперь Нанса оформил. Размены полетели под коробом. Также у нас плюс занимает дом. И дом сейчас должен контролить 505. Ну, поехали посмотрим, как 505 справится с этой задачей. Нанса пытается добраться тем временем еще и до Тимохи. Ну, а у 505 перестрелка с плюсом. Да, отлично. От Андрея Калубина есть фраг. Ну, и Нанса пытается еще добыть фраг. Ну, и в соответствии сыграть уже один в один. Пошел на питон. Ну, а Тимохи все-таки кресы в руках. Есть минус. Это 3-0 за командой 5элемент. Ну, и пауза требуется. Все-таки команде 5-7. Они выходят в лобби. И надо срочно сейчас что-то решать. Но на данный момент, если даже они смогут перевернуть как-то в корне игру первой половины. И заберут там со счетом 5-3, 5-4. Очень тяжело будет на смене сторон. Очень тяжело. Но и опять же это оборона. Если сейчас по паре раундов что-то пойдет явно не так у команды 5элемент. Эти парни могут встать в закрытую. Возможно, уже с моей стороны не стоит ожидать той самой старой закрытой, которая была еще несколько сезонов назад от команды 5элемент. Но она была очень рабочей. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Стиви очень хорошо щелкал с дома. А Стиви сегодня именно и попадает абсолютно все. Ну, и в соответствии здесь просто аркады. 5элемент играют очень агрессивно. Они попытались поджать. Не удалось. Потеряли основное количество своих бойцов. И молодость зажат. Сейчас один в районе Б-сайта. И вот этот и так не погибает. Молодость пытается выжить. Находит голову кипса. Но далее дирижер его казнит. И это все-таки отыгранный раунд со стороны команды 5чейнс. Но здесь 5элемент сами подарили по сути раунд этой аркады. И не знаю, к чему она была вообще. Ну и снова, снова абсолютно идентичный выход по длину в исполнении команды 5чейнс. Правда, теперь никакой агрессивной позиционки нет от 5элемент. Будут играть чисто на прием. И вот первые, кого может увидеть молодость, это дирижер либо кипс, которые будут уже в упор проходить эту позицию. Отличный проброс гранат на позиции Бэплэнта от команды 5чейнс. И уже проход от Шугара имеется в упор. Но его закрывает Рэд. Все прекрасно видел этот парень. Дирижер на размене неплох. Ну там уже и Зига выходит плюс, здесь погибает. Ну а Нанс, а Нанс играл закрывающим. И здесь товарищ Нанс, к сожалению, для своей команды ничего сделать не успеет. Ну вот разве что вот такой вот долгий фраг, возможно, получится оформить. Если Тимоха как-то подставится, либо боком будет стоять. Но вот эта хаешка, конечно... Да, спалила. Спалила, и Тимоха уже знал, куда нужно выходить при фаер. Метод 2-4. Ну что, дирижер. Выход Ланга. 21 хп. Есть информация по первой линии. Есть информация по Рэду. Рэд все-таки принял решение выйти на поджим. Находит здесь дирижера. Есть фраг. Ну и подкипса выпад был от Тимохи. Все-таки с района шарта. И это третий... Нет, четвертый раунд уже в активе команды 5 Элеменс. Это 4-1. Ну и опять первая половина у нас уже подходит к логическому завершению. И опять же мы рискуем с вами увидеть эту первую половину со счетом 5-1. Ну вот не хотелось бы, если честно, потому что вот настолько быстро матч может пройти сейчас, что даже мы толком глазом-то не успели моргнуть. Всего лишь-то 20 минут прошло со старта первой карты, а мы уже, так скажем, на концовке первой половины. То есть если этот раунд забирает, то уже действительно первая половина за командой 5 Элеменс. Ну а там дело техники закрыть уже своего соперника, забрав два раунда в атаке. Ну вот дирижер получает по голове от Молодости неплохой минус от игрока обороны. Ну и вот так же 505-й через ширму. Слушай, у нас сегодня просто день каких-то фрагов через ширму. В исполнении и Фрида, и 505-го, и по-моему еще сегодня, да, и Молодость на вине вешал. Как раз-таки против команды АО Экзе. Ну и Нанса встречает Аркаду Шарта, здесь Тимоха и Молодость. Но он не знает, что Тимоха в упоре, а Тимоха-то с Крисами. И здесь, судя по всему, Нанса ждет не самая приятная развязка событий. Ну и Молодый сам с ним справляется. 2 в 5, плюс и Шугар. Ну, пацаны, удачи. Но выход под Альфу имеется, и как раз-таки вот Шугар выходит на перестрелку против 505-го. Андрей Калугин очень хорошо нарейдил своего соперника, там 13 кп осталось. Плюс, я так понимаю, будет закрывать сейчас спину своему тиммейту. Ну, а у Шугара задача прорваться под позиции бомбсайта. Ай-яй-яй-яй-яй, ну нервы, нервы, уже просто все столбы собрал по пути. Таешка залетает, но от нее ушел неплохо Шугар. Еще открывается на пятак, добирается до Стиви, а тем временем от Плюса был минус по молодости. Плохо разменялся, но была информация, что Плюс вышел на Аркаду Банана, и его закрывают. Это 5-1 первая половина. 5-1, опять же, очень уверенно стоят на своих позициях. Ну и очень уверенно отыграли первую половину, в соответствии за дело от этих ребят имеется. Если опять два раунда выигрывают в атаке, победа делового центра за ними. Да, но и здесь мы видим, что команда 5-1 даже никакого тимтолка проводить не хочет. Мне кажется, что ребята либо просто куда-то торопятся, либо просто уже обескуражены первым поражением на карте. И вот видно, что на ДЦ абсолютно ничего не получалось. Абсолютно. Ну, не знаю, возможно, ребята не тренируются, возможно, у парней немножко времени не хватает на то, чтобы, так скажем, разобрать, так скажем, как, по каким вообще рисункам-то играть. Потому что видно, что ребята просто бегают по карте. Ничего больше, к сожалению. Аркада. Аркада на лонг от Шугара была неудачной. Там же Дирижер, но неплохой размен от него есть. Но 505-й его сейчас должен быть моментально разменять. Нет, Дирижер даблкил. Денис Бутырский, красавчик, триплкил. Ох ты, это жестко. Красавец, красавец. Очень уверенно отыграл. Но и сейчас ситуация крайне неприятная для команды 5 Elements. Это 4 в 2. Но самое главное, не потерять вот эти все старания дирижера под позициями БК. Если они, опять же, отдадут преимущество, то это будет огромным ударом по морали для команды 5 Chains. Но смещение у нас имеется все-таки уже вглубь лейн-доп. Парни спокойно закрываются на своих позициях. А Стиви открывается под альфой, он добирается до кипса. Плейнт на данный момент ослаб, но его не собираются закрывать сразу же по первому таймингу, как только потеряли. Смещение на пятерку имеется, а там Тимоха под коробом, он добирается еще и до дирижера. И уходит назад, а плюс-то пошел на аркаду, зря Тимоха вернулся, но нарейдил неплохо и добыл информацию. Но Стиви, опять же, очень битый, прямой Есен Паун играет с Кимкой. Откидывается Хаешка, ее просто заявейдить не удается. От плюс-а минус, и раунд за обороной. 5-2, 5-2 5-чейнза потихоньку, помаленьку начинает сокращать оставание от своего соперника. Но да, здесь во многом благодаря индивидуальным действиям дирижера удалось сдержать натиск игроков 5-элемент через лонг. Ну и здесь 4 лонг аркада, 4 аркада длины. Ну как же так, ну что это такое-то, я не знаю. Такое ощущение, что команды идут уже в полностью вабанк, но это работает для команды 5-чейнза. И Тимоха со Стиви остаются вдвоем. Стиви даже бомбу уже ставят, и как играть 2-5, ну не знаю. В принципе, снайпер пощелкать может. Но вот и Тимоха, если соберет урожай здесь в районе стрита инсайда, тогда может быть что-то дополучит. Ой, и Стиви мажет. Но сейчас как раз-таки при поставленной бомбе, не знаю, может быть, и стоило бы сыграть оно в закрытую. Не знаю, почему Стиви отыграл именно в таком ключе. Есть минус Тимохе, моментальный размен, но и Тимоху закрывает плюс. Не понимаю, почему играют именно так игроки команды 5-элемент, почему они пытаются агрессивно принимать своего соперника. Да, было бы понятно, если бы уже победа была точна за этими ребятами, но здесь камбэк вполне возможен от команды 5-чейнз. Сейчас его ни в коем случае никогда нельзя исключать, какой бы счет ни был на карте. Но сейчас команда 5-элемент позволяет себе слишком многое, слишком нагло именно в киберспортивном плане, отыграть. Ну и смещение опять же на стритс Тиви в очередных поисках фрага в районе альфы. Плюс играет на упор, но и снайперу потребуется сопер. Да, слушай, а вот интересно, да, голова не поворачивается. Значит, что заказа и в упоре никого нету, а здесь сидит товарищ плюс. И плюс вместе с дирижером уже дарит первый фраг своей команде. Но вот правда у плюса теперь огромные проблемы, его здесь ред может прострелить. Но дирижер делает еще один фраг, божечки, что дирижер ставит? Это просто нечто, Тимоха погибает под коробом. Слушай, а это сейчас 3-0 уже будет, и счет-то на табло встанет 5-4. Не знаю, не знаю, к чему ведут вообще игроки команды Five Elements. Может они расслабились? Не знаю, почему они именно так сейчас отыгрывают в своей стрельбе. Да, они опять же полностью разошлись по карте. Молодость остался один. Никто ему спину не прикрывал. Естественно, то, что Молодость здесь был врасплох, да. Ну и здесь же минус должен быть сейчас по 505-му. Но он врывается под короб, находит минус по дирижеру. Может, конечно, еще попытаться перевернуть. Но 1 в 5 отыграть очень тяжело. И Шугар у него за спиной, я по нему, информации 0. Информация здесь, в принципе, как мне кажется, не нужна. 505-му нужно просто сейчас постараться как-то время потянуть, чтобы команда могла с ним поговорить. Гипс спалился, Гипс погибает, но там Шугар со спины, и Шугар ставит точку в этом раунде. Это 5-4. Это 5-4, и команда FiveChains находится в одном раунде от MapPoint. После первой половины со счетом 5-1. И вот тебе, пожалуйста, да, вот тот самый момент, когда мы любим говорить, что вот камбэк всегда возможен. И вот он, пожалуйста. Камбэк просто ни с чего. Просто из воздуха. Вот так вот по щелчку пальца. Ошибка от команды FiveChain. Но сейчас, я думаю, они должны будут попытаться как-то вернуться в игру, как-то исправить себя. Но смещение у нас должно быть сейчас, скорее всего, опять же, по Датлэйн. Стиви опять поменял свою позиционку. Он выходит под короб, и здесь же находят плюса. Возможно, он попытается шелкнуть именно в Капитакану, там отыгрывает Гипс. И Стиви на рейдере. Очень неплохо. 20 кп остается, а 505-ый добирается и до дирижера. Позиции Аплэйнта были под контролем, но Ред опять пошел на перестрелку. Нансы закрывает его с дома. Есть минус. От Шугара также фраг по 505-ому. Ну и ситуация 3 в 3. Двое битвы очень у команды 5 Chainz. Будет установлен фугас, но как сейчас отыграют 5 Elements, будут ли они играть в закрытую? Так, Стиви. Стиви играет на прием с 5. Точнее, с Икса принимает пятерку будет. И посмотрим, насколько здесь по реакции все пойдет у Стивоса. Да, тяжелый второй плайн для команды 5 Elements. Вообще, опять же, повторюсь, вообще из ничего. Там Шугар со спиной. И по Шугару есть информация. Стиви погибает. И молодость. Первый размен есть. Шугар. 7 хп на стритину. Здесь уже и Кипс рядом. Шугар ставит какую-то сумасшедшую пачку. Это 5-5 на табло. И целый матч-поинт есть у команды 5 Chainz. Не матч-поинт, а мап-поинт, во-первых, прошу прощения. Слушай, что происходит? Что за день сегодня-то такой? Самое главное то, что жарко. Самое главное, что интересно. Но вот еще было бы это, знаешь, в таких качелях. А не сначала 5 Elements 5 раундов, потом команда 5 Chainz 5 раундов. Но здесь 5 Chainz как раз-таки в шаге уже находятся от победы. Откидываются хаешки на шорт. И выход имеется от Тимохи. Также откидывают еще хаешку под дом. Плюс вынужден отходить немного назад. Здесь же смоги были отброшены. Тимох оказывается в упоре, но на перестрелку не решился. И здесь тьма хаешек полетела опять же на шорт. И Тимохи отсюда просто не уйти живым. Хаешка от плюса залетает. Есть фраг. Но и Стиви пытается еще щелкнуть фраг какой-то на шорте. Но там просто шпал огня и даже высунуться не дают. Ну слушай, команда 5 Chainz укрепляет. Именно B-плэн сейчас пытаясь соперника как-то вынудить на какой-то открытый контакт. Стиви получает по голове. Здесь не ожидал, что Нанса будет пикать из района дома. Ну и 3 в 4. Дым кладется. Дирижер понимает, что на Нанге есть в принципе один из игроков. Ну и где этот игрок? 505 пока что никого не видит. 2 в доме. Слушай, у 5 Chainz какая-то вообще стратегия. На самом деле вообще непонятная, но она работает как-то я не знаю как. И что делать с этим команде 5 Elements пока не ясно. Но вот если плюс как-то сейчас ошибется. Возможно подарит надежды своей команде на раунд. Своим соперникам. А там скоро бы мог выйти сейчас Red. Но он дает информацию, что в районе Аплант А есть один из игроков. Ну что, должны ставить. Должны ставить сейчас. Ну пытаться добраться до бомбсайта и ставить. Но у плюса будут проблемы. Да, 505 открывается на него. И сейчас долго ждать не стоит. Не надо идти ни на какие перестрелки команде 5 Elements. Надо просто отсидеться. Надо дождаться. Но и экипс находится все-таки минус по 505. Опять же попытка пройти от молодости. И Red тем временем готовится принимать дроп с центрального кафе. Но этого дропа не будет. А вот под коробом дирижер уже отыгрывает. И я так понимаю, он прекрасно слышал. Shift Red. Он готов его принимать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну Red здесь опять же получает по голове от дирижера. Если молодость не спасает ситуацию. Это победа 5 Chains. Так, ну что? Экипс погибает. Да ладно! Да ладно! Все-таки дирижер берет карту для своей команды. Это ГГ. Это ГГ со счета 5-1. 5 Chains возвращается в игру. И это третья. У нас две карты было сыграно за 30 минут. Что это такое?